На тему денег продолжим говорить с гостем нашей программы. Сможет ли Россия полностью отказаться от наличных и перейти на пластиковые карты? Спросим у управляющей Тюменским филиалом Восточный экспресс-банк Ксении Смолиной. Доброе утро, Ксения Николаевна. Для начала хотелось бы, чтобы вы рассказали нашим телезрителям об изменениях в федеральном законе о национальной платежной системе, который должен был вступить 1 ноября 2013 года. И главное, почему его так боялись банкиры? Это очень важный закон для России. Основной посыл этого закона сводится к тому, что определяются функции, даются понятия, самое главное, разграничается степень ответственности платежных электронных систем. Если дело касалось банков, здесь все опирались на закон о банках и банковской деятельности. А когда дело касается электронных платежей, электронных переводов, здесь не было такого основного крупного закона. Вот сейчас он принят, но этот закон еще настолько сырой, что он принимается частями, пролонгируется. То есть действие основных его статей и пунктов, да, оно переносится опять на 2014-2015 год. Ну, я думаю, что с разработкой вот этого закона и внедрением будет очень прозрачно. То есть это как бы по большому счету сейчас информация касается тех тюменцев, которые очень часто совершают электронные платежи, покупают что-то через интернет, оплачивают там какие-то услуги через мобильные банки, да? Да, 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 да. А почему вот так, я просто статью в интернете читал, что этих поправок все-таки опасаются банки? Почему? Ну, опасение, возможно, вызывается именно тем, что сейчас степень ответственности за переводы будет полностью ложиться на банки. Если раньше человек должен был сам доказывать, что он деньги перевел, и они у него куда-то там исчезли, не дошли, а человек должен был доказать, что это он делал на самом деле, а сейчас полностью ответственность переводится на банки. Банк будет доказывать, что человек делал, либо не делал эти переводы. В связи с этим отношения становятся более прозрачными, но здесь есть опасения, что со стороны клиентов будут, ну, такие были мошеннические, что ли, действия. То есть банки-то на самом деле опасаются вот как раз мошеннических каких-то... Да, 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 да. Я думаю, что только с этим может быть связано опасение. Ну, а вообще сейчас случаев мошенничества с пластиковыми картинами, их больше, с каждым годом становится, или как-то они все на одном уровне? Ну, я не думаю, что их становится как-то уж большими скачками больше. Конечно, у нас в России всегда были любители халявы, но существуют, конечно, мошеннические схемы определенные. Службы безопасности, опять же, выстраивают свои системы безопасности, то есть, ну, как баланс, мне кажется... По балансу добра и зла. Ну, вот мне просто интересно, вот эти мошеннические операции с картами, они в основном происходят по невнимательности или наивности граждан, или это все-таки какие-то, как фильмы, знаете, там, серьезные хакерские атаки. Вот такого в Тюмени, подобных случаев не было замечено? Ну, вы знаете, какие-то крупные хакерские атаки, это скорее, ну, не для России, может быть, не для каких-то крупных наших городов, но я в основном связываю это все-таки с беспечностью наших граждан. Просто наивностью, невнимательностью. Да, да, да. Такое уж у нас... Бывает, люди пишут коды на картах всего еще. Да, да, да. Или там на смс-ке или отправляют. Да, 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 абсолютно верно. Но люди сами виноваты, что они теряют свои кровные заработки. Я вот просто слышал такую информацию, что не советуют держать на пластиковых картах большие суммы, ну, там, от 100 тысяч, скажем так. Так ли это или не имеет значения? Если вы серьезный человек, который не пишет пин-козовый на обороте пластиковые карты... Нет, я думаю, что на пластиковой карте, ну, в зависимости от ее назначения, можно хранить любые средства. То есть они же по большому счету не на смс-ке. Но вот тут опять же... Да, да, здесь должна, конечно, высокая степень защищенности и здравый смысл. То есть никаких таких рекомендаций банки не дают людям? Не держите крупные суммы, значит, на картах? Конечно, банкам всегда приятно, когда к ним приносят вклады, когда эти деньги хранятся в банках, это, ну, есть хорошо. Я думаю, что... Это индивидуально. Да, да, здесь кажется, выбирает. Вот есть планы перевести нашу страну полностью на безналичный расчет? Вот как вы относитесь к таким изменениям, вообще к такой идее? Ну, это эволюция платежной системы, она, на мой взгляд, она все равно неизбежна. Но как пытается Министерство финансов ограничить в каких-то рамках временных, именно сократив эти временные периоды, ну, на мой взгляд, тут должен быть золотая средина. То есть полностью мы не... Мы сейчас не готовы. Ну, а вот как думаете, когда? Когда это случится? Ведь это же, ну, мне кажется, это удобно. Это очень удобно, да, да, я абсолютно с вами согласна. Но ни банковская система, ни наши люди еще не готовы полностью перейти. Особенно это касается, выходя за пределы крупных городов, да, где еще не так распространена платежная система, где люди еще не настолько часто и вообще пользуются ли картами пластиковыми. Ну, вот последний вопрос, коротко. Если все-таки взять вот отдельно взятую Тюмень, то сколько нам потребуется времени, готовая ли банковская система, для того, чтобы полностью в Тюмени уйти от наличных денег? Ой, очень сложный вопрос касаемо временных рамок. Ну, я боюсь делать какие-то прогнозы, но мне кажется, это пятилетка, а то, возможно, не одна. То есть лет за пять можно? Минимум. Минимум, хорошо. Ну что ж, Тина Николаевна, спасибо, что это утро, сетели вместе с нами, поделились информацией. Хорошо у меня, отличное настроение. Спасибо, что пригласили. До свидания.